Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok но таково не считалось полностью но раз есть парламент значит это уже есть элементы Конституционной монархии много ли он решал? Я думаю не намного меньше чем сегодняшняя Дума если не больше а вот вы сейчас живете в торонто а до этого и вы жили в России а отличiping почему так вот почему вы решили что получается ну или не знаю других 15 советских республик ну да да я жил в экс-сср в харькове жил харьков это украинская советская тогда еще было но я уехал уже в пятом году короче в канаду престижно уезжать это же не в албанию куда-нибудь или там в молдаве сейчас в молдове тоже классно так а чем вас картинки то удивили что у меня такие картинки вижу вконтакте в основном знаете таких пабликах сомнительно это картинки это картинки партии регионов знаете такая в украине была партия регионов партия януковича в пятом году она баллотировалась и она победила на парламентских но так сказать янукович в итоге проиграл ющенко по третьему мне янукович я о нем только знаю что он снимался году 14 ну а вот это вот начало его президентской каденции это вот такие 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 были рекламки в электричество страна не найдено типа украины страна не найдено это это позже это вот эти вот харьковская республика там так далее ну то есть борьба борьба была партия януковича с про украинскими партиями понимаете вот после развала советского союза украины было ну все что можно была вторая страна по площади в европе было у него вроде тогда еще оружие было от советского союза и ядерное когда еще не отдали ну был я согласен это что у него все было так и зипа ну пиздец просрать сюда так есть даже такая карикатура на ющенко он пишет книгу как талантливо просрать все ну а вот у россии типа это сырьевое государство которое у ее тоже все было а живет на сырье с такими большими территориями с такими людьми ну наверно наверно наверное большие территории вызывает больше хлопот чем бенефитов потому что их нужно охранять и соответственно процент армии и полиции даже быть больше чем получилось чем стране чем стране с таким же населением на меньшей площади большая площадь это не только бенефит в виде природных ресурсов но это абуза определенно но все равно как бы у штатов за 300 лет все равно получилось что-то сделать ну штатов получилось потому что штаты грамотно построили иммиграционную политику хотя сейчас они не очень грамотного последние десятилетия то есть у них в канаде более грамотно в канаде по честному только в канаде австралии новой зеландии по-честному набер это самый проходишь конкурс как престижный вуз набираешь проходной балл соответственно главный критерий это языковой образовательный уровень а в штаты нужно знать либо французский либо английский и еще образование иметь соответственно высокое а в штаты можно выиграть грин карту но грин карту не все это я считаю неверно лучше бы они сделали как в канаде проходной баллы за установили тогда по не собирали вообще было бы людей набирать в таком количестве 50 тысяч почему количество снижая проходной балл будешь набирать это это очень удобно как раз нет но ее с точки зрения регулировки канада регулирует как если нужно ей больше иммигрантов она снижает проходной балл я когда значит иммигрировал был 67 я набрал 68 вот только я и про эмигрировал стала 65 канада увеличила квоту на иммигрантов а соответственно как увеличить иммигрантов нужно снизить проходной балл снизили до 60 500 вот и все проходной баллы типа когда вуз поступаешь или аналог тому там проходной балл высчитывается сейчас по-другому там 1000 баллов а рая когда я эмигрировал было 100 баллов из них 2024 возраст оптимальный возраст это с двадцать шестер и нет 20 до 20 нет 24-46 если выходишь минус минус по балла за каждый год выхода за диапазон 25 баллов образования я набрал максимальное количество баллов 25 поскольку у меня два высших по одному ученой степень а не думаешь образование в советское время было не по баллонской системе как вы не плом котировали а такая эволюэйшн проходил в торонтовского сейчас баллонскую систему убирают ну вот при баллонской вы могли могли вам без эволюэйшн за честь а сейчас снова будете его эволюэйшн проводить проводить то есть проходить то есть посылать и свои заверенные копии дипломов в западный университет он будет проводить эволюэйшн и присваивать вам какой-то да 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 я смотрел это теперь пиздец сложновато будет так я че к чему говорю я вот академик с одним высшим набирает 24 с половиной балла я у меня два высших по одному ученой степени я набрал 22 максимум 25 поскольку они просто суммируют количество лет обучения в универе у меня этих лет было плюс аспирантура было дофига и больше соответственно я набрал максимум вот поеду получается специалитет и нужен только вы на высшую нет еще выше засчитывается такого том случае если специальность востребована в канаде там список был из 36 специальностей но таких широких там если ты специалист по истории тебя не не ничего не не зачтут например с айтишника специалитета нет бывает и выше если ты специалист по научному коммунизму тоже ты ничего не зачтут вот о чем речь понятно ну просто с грин карты намного легче типа приходишь раз в год говоришь и вас где брешь фотку загружаешь ждешь год типа повезет не повезет это же это как казино пришел там повезет не повезет это же много больше россия россиян выделяют пять с половиной тысячи на россию выделяют место ну короче там где-то один процент тебе дается даже меньше там нет один процент это много дают одну десятую процент и я смотрел именно один процент нет но это какой-то год может мало подавали бы больше подавать ну те значит меньше вероятность вы не поэтому сейчас сейчас в америке там основном через америка на мексиканскую все проходит эти видео когда стрел я его на здоровье с другой стороны что значит больший раньше значит ты подавал посольстве в москве да если если ты выигрывал ты всю процедуру проходил посольство сейчас нужно ехать куда-то неизвестно куда окольными путями почему неизвестно у нас например рядом казахстан а ну мы из омска да конечно я согласен потому что до москвы ехать но если бы сейчас такая фигня было то это реально дороже стоило ну да тем более астана это же там рядом петропавловск это все очень я знаю там километров пятьсот шестьсот я в курса географии поэтому ну не знаю как даже удобно хотя вопрос в том даже если не выигрывать и гринкарту а просто идти на обычную визу туристическую но там вероятность получения очень маленький если у тебя пустой загранпаспорт для студент двадцатилетний типа ну какой дурак тебе типа поставим только не знаю с попытки хуй знает как ну то есть времена изменились я впервые штаты поехал вообще впервые в как страну поехал в штаты в девяностом году еще при ссср тогда проблема была получить выездную визу я как назло его только получил и ввели закона въезде-выезде отменялись выездные визы а я там столько хлопот это самое ну предпринял чтобы ее получить и и и вот так и не повезло только то есть выездная виза ты нормально ешь получает у тебя была реметь лимитирующая стадия выездная виза ты идешь посольство ставишь въездную визу ну штатовское посольство как только как только отменили этот закон значит другая напасть образовалась штатовское посольство образовались там месячные очереди соответственно народ повалил поскольку уже не нужно выездные визы и там я как как назло получил то выездную визу и и попал в эту очередь вот с таким вот сколько времени три пятьдесят восемь четыре утра а четыре утра у меня тоже стоит три три четыре утра у вас так светло там 10 это у меня проектор а а так у вас теме что так темно вон окно не видно но камера немножко ему до части но конечно у нас светло и стены видите свет на меня падает ну понятно не мне интересно когда типа визу получаешь ты должен ему типа показать консулы ты знаешь где-то будет жить и у тебя есть бронебилетов а его просто но если нет я так понял что приглашение должно быть просто также не дадут визу гостевую не имею туристическую ну вот даже и либо ты должна либо либо забронировали гостиницы я не знаю как сейчас но по крайней мере вот последние годы было даже нет штата вообще в западную страну ты должен показать либо бронь гостиницы что-то забронировала либо приглашает приглашение от этих но от приглашающих также получается предоплата идет куда бронируешь до предоплата либо если ты не хочешь гостиницу ты должен приглашение сайт заверенная в говерменте муниципалитете по если тебе отказывают у тебя это бронь остается и ходит что с ней делаешь отменяешь и деньги все равно чуть-чуть списывается и но там есть опция что как в самолете да есть опция ты не доплачиваешь там баксов 10 за право возврата полностью да но это на то же самое тут платишь опцию да что с правом возврата ты платишь дороже на справа возврата на такие тонкости есть но просто самое интересное что типа человеку который потенциальный мигрант ему вряд ли выдают визу фактически да они у них это критерий главный поэтому человек которому реально 20 лет он нигде не работает ну как по на постоянке или работает каким-то там не знаю официантом и учится ему 20 лет и пустой загранпаспорт ну его хер кто вытащит вот поэтому по украине хоть они там и мечтают о том что штатных друзья на самом деле по украине вот на шестнадцатый год отказ отказ от отказ 41 процента по россии 9 процентов на шестнадцатый год потому что после того как там количество невозвращенцев выросло да я же об этом и говорю критерии потенциальные это самое невозвращение с этим фильм посмотри москва на год зоне там про это я смотрел замечательный фильм отыграл максимально помнишь как это самое как называется я я я хочу стать невозвращенцем по-английски а эмго и а эмго и тюнифект да слушайте я его еще тогда смотрел типа он там русские актеры там комаров кран крамара грамара да там крамара играет и типа и роберт вильямс пытается там по-русски еле как говорить это ходу посолю в оригинале не так сложно типа но были все равно моменты под конец фильма когда он уже начал говорить так нормально не но он в оригинале по русски же говорить да 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 я его и смотрел в основном были в оригинале с титрами английскими поэтому было замечательный фильм мне он очень сильно пора я даже после этого захотел себе и чс-кассету купить вот эту на которой он раньше выходил на амазоне или на ибэе на не знаю где они есть но дорого в россию заказывают доставка 20 20 с этих доллар да нет но в россии наверно можешь это найти быстрее в россии россии только 9 нет он авито продают даже эти самые граммофонные пластинки угольные то нет не только виниловые угольные все же почву знаете ну в принципе и в канаде аналогично есть кэдзи кей джи джи сайт тоже продают угольные пластинки там виниловые а у вас же вроде когда королева елизавета умерла в боже траур тоже был получается а вы же вроде как типа по этим подчинением но не подчинением а как такой типом а у вас это статус монарх она тоже на совершенно верно она канадская королева по законам канады по законам когда ты крана пересекала границу канада но должна была заобыча на британская королева и на время пребывания в канаде она являлась канадской королевой и теперь чарльз но у нас карл у вас теперь тоже как король да да самое смешное что многие законы там это такое выражение хома есть и то есть ее величество а теперь его величество а закона не переделывают такая на хома есть и все остается хотя должны по идее переделы или как-то сделать универсально чтоб через дробь и из соответственно англия английский хорошо знаешь на уровне при интермидент максимум но британский ты знаешь или американский но я в основном потому что когда сериалы смотрел и по учебнику когда учился у меня было american english file ну хорошо вот я я бы и просто в россии даже на курсах в основном британский изучает вот и на курсе на потому что у нас и в школе я в школе это поймания в школе понятно вот вы сможешь сказать спросить по-английски где расписать я почему это говорю фразу заранее говоришь она абсолютно разные в британском и в американском вообще вся разница именно да именно с точки зрения туриста большинство терминах родиться вот скажи по-английски по-любому или так или так где расписание 20 трамвая я не знаю как расписание вот ну ладно расписание будет по-британский timetable по память по-британски timetable по-американский schedule я никогда таким словом не пользовался и даже фильмах не слышал какого второго или первого да и первое второе хорошо я тебе скажу вот это по звучит я почему этот пример привожу по-британски будет вырезать трамвай по-американский трамвай по-американский стрит-кар а по-британский трэм и два типа как у них там было еще партнер это у них типа как квартира до квартира или или там типа не знаю а партнер квартира в американская по-британский флэт квартиры флэд да типа и также болезнь типа сик или белый стипа нет это есть и у нас это серьезная болезнь а сик этот тип типа простудился это одинаково а вот есть несколько слов общеупотребительных вот и по фильмам должен знать которые разные в британском вами в американском и в канадском три разные слова можно догадаться какие ну хорошо это трудно трудно догадаться первое слово туалет как будет по-британски туалет по-американски а я имею ввиду общественный туалет то есть паблик паблик потому что в квартире в квартире bathroom одинаково будет а вот общественный туалет то или это по-британски по американски так быть по фильмам нужно знать не только баб баба знали рес ресторам 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 не слышал на этом значение вообще не подавлял а по-канадски вошь ру то же самое трудно та же слово трусы как будет по-британский трусы пенс а по-американский underpants а по-канадски а по-канадски underwear офигеть типа under и wear ну да под одеждой под одеждой ну блин я в основном когда смотрел американские фильмы я смотрел такие знаки вы смотрели город фильм нет не смотрели фильм саши барон койна это британский он снимает много из таких чернушных фильмов по типу и диктатор и бурат посмотрите на оба осмотрел бурат это казахский фильм ну это не казахский там типа про казахстан а про казахстан американский фильм про казахстан такая тут просто в казахстане его ненавидят максимально его и его вот любого спроси кто слышал об этом фильме он к нему относится так серьезно и говорит там даже вроде на высшем уровне этот фильм порочит нашу страну и типа ну я не знаю фильм смешной я посмеялся там там шутки были еще про то время когда это десятые годы потом вышел второй фильм это уже в двухтысячные ой не в двухтысячных двадцатых после ковида после ковида и теперь такая я так и не по я так и не понял чего с самого начала начали что вас так удивило мои картинки на это картинки оппозиционные у киевского режима картинки что-то особенно то что вы такой оппозиционный и живете в торонто я же оппозиционно не канаде а у киевского режима блин а у вас идет выплаты другие или нет что идет выплаты на вооружение того я не помню канада вроде им что-то поставляет не но с нас не берут и сечность это вообще беспредел был что-то канада поставляет но не деньги же поставляет списанное вооружение поставляет или которая скоро будет списана это это мы ведь и что-то поставляет но у нас слышали новость там rdk проникла на городскую область нет брянской области обряд сушены до брянской это это раздули по вам она не до этого проникали но просто именно русский добровольческий корпус вот наверно по именно поэтому и раздули что именно он а если там в сушники простые проникли это на это не в этом какая-то группа небольшая на это естественная ситуация для военных действий на это не обращали внимание но просто сейчас и беспилотники летают очень хорошо по территории российской федерации да ну потому что когда у них летали беспилотники иранские врезались и все равно они сбивались и все равно падали то теперь у нас летают и они не говорят типа интересно а чьи-то беспилотники оно написано там airdrop типа украинский и типа ну а чей-то неинтересно ну понятно ну ладно я понял ладно давай успехов тебе выигрыш или этого вы выигрыш и грин карты давай давай а соседа он был совсем не разговорник слушай карпов сделай вид что я этого не слышал судьба тебя и так любит не слушай их в общем то всех и назвали русские потому что это глагол русские это какой чей отвечает в соседней стране 70 миллионов они нас ненавидят за это за то что мы живем хорошо ненавидят и будут ненавидеть всегда просто потому что мы есть и живем хорошо украинской области в 1922 году в 1922 году в Воронежской области а в 1922 году Левская область где была в Австро-Венгрии опа так это не было еще но еще уровень интеллекта у Миколы Рушницы на самом деле это Геннадий Хазан по-моему никак его фамилия это уровень интеллекта креветки из Азовского моря хорош а вы не знаете здесь какого? 60 километров от кордона с Польшей ага как вы думаете какая это может быть область? Сумска? вау Сумска область мы живем с Польшей вы смеетеся? ock ВОСТОЧЕСИЛЬМ СУССКИ за родную Россию как у сихих Россею тяжело будет Сумска Сумска но с Сумска еще раз заявляю власть в Варьковской области четвертая и сильная но не позволит никого учиться жить и надавляю вас Харьковской области не будет ни Донецкой, ни Волгой власти, будет только Харьковская область. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть консольный ответ, вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми снабедами. От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40. Давай, страна огромная, давай на смертный бой. Ты машинской силой немною, с раджевой чумой. Но ты мне улица родная. И в небо году дорога.